Ну, я скажу, что с такой ездой у Бирже есть все шансы и с фриком побороться сейчас, потому что совершенно бесстрашно, знаете, полез на Дойла, а Дойл это все-таки такой гонщик, который, ну, мы сегодня видели, как он со своими, как он со своими конкурентами может бороться в рамках права. Ну что, все готовы к старту? Поехали! Французы здорово стартуют, но фрик-то лучше, лучше стартует. Что на выходе? На выходе фрик первый, оглядывается, оглядывается, пропускает, видимо, он атаку Белегу. Или нет? Сложно, сложно, сложно одному против двоих защищаться, но он как-то подотстал до Бирже немножко. Зато Белегу, посмотрите, висит прямо на колесе, у Макса фрик атакует его, и неужели пройдет? Нет, перекрывает ему траекторию, закрывает Макс фрик и Бирже не полез туда Белегу. Вот сейчас сам сменил он угол, мудрый ушел, но Макс фрик продолжает лидировать в этом заезде. И подостал, подостал немножко Белегу, Макс фрик отрывается. Отрывается, но все, есть еще время, есть еще полкруга для того, чтобы придумать какую-то атаку. Но что, получится или нет? Нет, видимо, не получится все-таки. Да, Макс фрик выигрывает этот заезд, но, возможно, Австралия этот заезд проигрывает. За расчетом 4-5, да. Сейчас потом посмотрим, мы поборолись, поборолись французы. Немножко, я, знаете, я, на самом деле, когда я впервые услышал о таком правиле, ну даже, к примеру, по штате России среди пар, да, была такая ситуация, когда, ну, то есть там расчет у баллов был точно такой же, никак просто...